Всем привет, друзья! Вы на ресурсе Павловский Ньюс. Накануне в Одессе националистическая группа вырезала барельеф Жукова в одном из зданий Одессы. Сегодня в 17.00 жители, которые выступали против этого решения, пришли на акцию протеста, чтобы высказать свое недовольство. На эту же акцию пришли и те, кто непосредственно вырезали сам монумент. Как произошла встреча и что думают люди, предлагаю вам посмотреть в этом видео. Подписывайтесь, комментируйте и помните, у власти не должно быть лицензии на правду. Интересуемся, зачем здесь все не собрались люди? А вы выступаете за или против заднего монтажа? Нет, сняли. Вы сняли, да? Скажите, а как вы считаете, надо ли учитывать мнение общественности как-то, либо надо строго выполнять закон о декоммунизации? Это закон, закон обратной силы не имеет. А как вы считаете, это должны делать активисты, или это все-таки... Это должны делать государственные структуры, но мы увидели замечательное проявление, так сказать, сознательной общественности, которая увидела, что государственные органы третьи года не могут выполнить в посадку. Люди, это значит, мол, и люди в юридических грамотах поставили запросы и получили одобрение на свои действия. И на данный момент он находится в военкомате. Скажите, а какие дальнейшие еще объекты, может быть, есть, которые вы считаете, должны подлежать законам? Мы поняли, у нас не было никакой ни акции, когда он демонтировался, туда не вызывался ни один журналист, ни один политик. Это никакая не политическая акция, это просто демонтаж, это просто выполнение законов, все. Скажите, а вы считаете... Мы не планируем делать из этого какие-то акции, там, или, знаете, по всему городу, все снимать, а вот это попало под закон о декоммунизации, его убрали, все. А вы, многие люди считают, что надо создать отдельный музей или какой-то парк, то есть, вот по этой истории нашей, там, связанной с Советским Союзом? Парк, я думаю, перебор, а вот какой-то музей, там, да, думаю, да, музей, наверное, был бы здраво, потому что это такие памятные дела. Спасибо. Что ж, снести памятник величайшему полководцу, который выиграл войну благодаря Жукову. Я при Жукове тут служил, и он командовал одесским военном окружном. Подождите, пожалуйста, вот какой целью вы сегодня здесь собрались? Поддержать одесситов, которые хотят, чтобы это все было восстановлено. И варвары, или даже вандалы никогда это больше не касались своими грязными руками. С какой целью? А вы как думаете? Показать, что вы недовольны тем, что происходит в городе? А кто в этом виноват, как вы считаете? Ну, уже сменилась власть, уже... А вы уверены, что она сменилась? Вы почувствовали изменение власти в твоей личной? Тут сложно сказать, вы знаете... Если бы изменилась власть, этих бы майдаунов, вот это, что творят беспредел, их в данный момент здесь бы не было. Если бы изменилась власть. Ну, боже, мы бы здесь не собирались по такому поводу. Поменяли одну марионетку на другую, все. Все изменилось. То есть, только его сделают крайним. А что... Да, ну и Херсон. Спасибо. Скажите, а какие-то еще планируете акции участвовать? Вот вы сегодня... Мы планируем. Вы что, планировали акции? Мы никогда не планируем. Мы никогда ничего не планировали. Мы знаем, есть наши даты. Это ответная реакция. Единственное, что, чтобы показали, где все памятники делятся вообще с Украиной. А кто должен заниматься решением вот таких вопросов острых? Потому что есть закон о декоммунизации, но, как бы, есть общественное мнение. А это декоммунизация вы называете? Они называют это декоммунизация. Они, ох, хочу, чтобы вы отметили они. Потому что кто они? С деревеньков приехали сюда и будут тут у нас в Одессе ставить свои эти правила? Ребята, ну удалось же очень быстро принять кучу законов, правильно? Почему тогда нельзя обмениться? Потому что он боролся с Накуумом. Вы знаете, знаете. У нас все спирает на Горсовет. Не должны все на Горсовет. Должны объединиться и обл. администрация, и Горсовет. И идти против этих всех майдаунов, которые творят беспредел, провоцируют местных жителей. Зачем? Зачем? 80%? Посмотрите, их вчера пришло 6,5 коллег. А нас посмотрите сколько. Во-первых, не они это делали. Не они это делали. Зачем разрушать? Везде в европейском обществе, во всех территориях странах, нигде, нигде, нигде. А у нас вновь. Любые старые, древние памятники. А у нас какая-то вообще, не знаю, паранойя на них, что ли? Они и так паранойи. Нет, пусть покажут, где все памятники действуют. Чего не боятся. Которые строили на днях, их выводят. Это человек, который конкретно причастен к истории один. Как можно было это сделать? Как вообще рука, блин, не отсохла? А вы понимаете, чем это закончится для них в будущем? Против сноса памяти. А кто должен это не мать? Это наша история. И какой снос может быть эти дебилы, которые нифига не понимают. Они не учат, ни история. Пускай история какая плохая не будет. Пускай какая плохая не будет. Но это история. И на истории все поколения живут. А в них нет ничего. Ни истории, ничего. Так что это, понимаешь, как в том анекдоте, родились мертвыми. С них пользования, если бы у меня была возможность такая, понимаешь, я уже говорил. Вот кусочек хлеба, накорми. Или белорусы одного, или россиянина одного, или тысячи украинцев. Я бы накормил бы те, а эти все, поддыхают маленькие. Люди, которые не имеют, понимаешь, не свое мнение, живут за счет мнения других людей. Это не люди, это паразиты, которых надо уничтожать. Понимаешь, у меня, дед воевал, бабушка воевала, отец воевал, мать воевала. Скажите, а что делать, чтобы не было такого противостояния, таких друг к другу? Потому что одна сторона, часть Украины думает, и общество тоже в Одессе. Рассказываю, что это их Россия задавила Голодомором. Там еще чем-то. Ребята, почитайте историю. Вас присоединили к Украине в 1939 году. Какое вы имеете отношение к Голодомору в 1933-1935 год? Мы же это люди не знаем. Я говорю, поднимите, интернет есть. Какой был Голодомор? Больше. Ну, тогда. Ну, в западной Украине. Там люди вымирали семьями. Я поднял интернет, поднял газеты польские старые. Там вымирали тоже тысячи. Это нет. Это не так. Это не так. А это у них профессиональная болезнь. Уже рано, то что эти гроши, опоблок, выделывают эти гроши. Посмотри, пришли и устроили костюм. Что стало, то стало. Зачем вы это делаете? Кто? Слышу, слабо, 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 слабо. Я говорю, что не нужно сюда носить кисть. До свидания. Одесса – это Украина. Нам не нужно героев радянских. Ничего, она сама загорелась. Пос obsessа. В кем поездке сеть кисть, где стоят кистью дальше. друг surt�. Дискала51.